В следующем сюжете речь также пойдет об экскурсии и о телевидении. Вернее, об экскурсии на телевидение старшеклассников третьей школы. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Телеоператор Родион Рачков из фильма «Москва слезам не верит», конечно, несколько погорячился со сплошным телевидением, но при всем многообразии подходов и методик подсчета, ТВ-сегмент до сих пор занимает львиную долю в любой диаграмме, иллюстрирующей распределение аудитории в мировых СМИ. Поколение интернета и соцсетей тоже пока не потеряло интерес к профессии телевизионщика. И вот накануне Всемирного дня телевидения старшеклассники третьей харцизской школы не без любопытства посетили редакцию ТВ-сферы. О сложной, интересной, а порой и забавной кухне телевидения ребятам рассказал главный редактор телекомпании Александр Мелько. Экскурсия на телестудию была организована в рамках профориентационной программы для школьников, которую проводит городской центр занятости. Наша основная цель и задача таких мероприятий – показать детям изнутри ту или иную профессию, какими качествами человек должен обладать, чтобы работать корреспондентом, или тем же пожарником, или хлебопекарем. Ребята пришли в 10-11 классах, которые уже осмысленно подходят к выбору профессии, задумались над этим серьезно. Но, возможно, кто-то сегодня и изменит свою цель в жизни. Вдруг эта экскурсия станет решающей в выборе профессии. Самой запоминающейся частью экскурсии вполне ожидаемо стало посещение студии новостей. Один из старшеклассников даже решил попробовать себя в роли ведущего выпуска. Кстати, Евгений Бабаков, как оказалось, еще в детстве хотел стать журналистом. Многого увидел, попробовал. Мне, конечно, очень сильно понравилось. Ну да, задумался вообще. Как тебе в роли ведущего? В роли ведущего? Вообще классно. Мне очень сильно понравилось. Экскурсия, по признанию самих ребят, получилась и увлекательной, и познавательной. Я, например, узнал очень много новых профессий, о которых я вообще даже не догадывался, уже столько людей работает на телевидении. Стать я, конечно, хочу врачом. Это никак не связано с телевидением, к сожалению. Мне понравилась работа телевидения. Но интерес меня, конечно, к технике больше интересуют компьютеры, оборудование, камеры. Ну, я не думала, что действительно столько людей у вас здесь работает, столько профессий, о которых я даже понятия не имела. Очень сильно понравилась студия, где говорят, и я задумалась даже над профессией диктора. Собственно, в этом и состояла цель этой небольшой экскурсии – побудить ребят лишний раз задуматься о выборе профессии. И, как знать, может быть, эти кадры станут первой профессиональной видеозаписью будущей звезды телеэкрана.